Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы находимся чудесным летним днём, скажем так. Покажи, пожалуйста, окно. Мы приехали сюда, чтобы сделать систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии. Система будет основываться на базе рекуператора производства компании Electrolux. Модель 1100. Вот такая вот здоровая установочка. Ну и дом, соответственно, немаленький. Система будет состоять из плоских канальных воздуховодов с радиальной системой разводки. То есть на каждое помещение свой приток и своя вытяжка. Соответственно, на каждое помещение свой отдельный вент-канал. Приточные установки у нас... Приточные воздуховоды у нас будут изолированы, потому что в перспективе, возможно, здесь появится ещё канальное кондиционирование. Сейчас мы вам покажем немножко объект. А в конце покажем, как не стоит собирать разводку системы отопления. Итак, мы сейчас находимся на втором этаже. Хотим вам рассказать основные принципы строения системы вентиляции. С чего вообще начинается монтаж. Монтаж системы вентиляции, то есть, соответственно, всех этих вент-каналов, начинается с предварительной раскладки этих же самых вент-каналов. Вот с чего она начинается. Вы раскладываете предварительно трассы, как они у вас пройдут. Даже если у вас есть стопроцентно выполненный проект, он не даст вам гарантии, что вы на объекте не столкнетесь, например, вот с таким вот несущим брусом. То есть здесь у нас приходится его обходить уже по факту. Но это на самом деле не повлияет на работоспособность системы, но это усложняет немножко монтаж и приводит к перерасходу материала. В частности, этих самых вент-каналов, отводов под 90 градусов, точнее, поворотов и так далее. Здесь монтаж будет производиться в полах, только потому, что заказчики хотят сохранить структуру потолка и сохранить высоту. Здесь у нас стяжка будет 15 сантиметров. Это позволяет нам полностью убрать вент-каналы и проложить их в полах. Что будет на полах, еще пока даже сами заказчики не знают, но вот эта система, она позволяет выбирать. То есть можно сделать стяжку, можно сделать дощатый пол из половой доски также, засыпка керамзитом или керамзитной крошкой и так далее. То есть, соответственно, у нас в полах идут основные трассы, где-то они расходятся на точке, и, соответственно, подъемы уже будут в каркасных стенах, и, соответственно, будут стоять уже диффузоры приточно-вытяжные, и они у нас универсальные на этом объекте. Здесь применена система централизованной вытяжки и притока только в помещениях жилых. Соответственно, все санузлы и все ванные комнаты, они будут запитаны децентрализованно, то есть каждая вытяжка будет там отдельная. Соответственно, они не будут участвовать в общем обмене воздуха. Сейчас покажу вам, как делать нельзя. Вы нанимаете человека, чтобы он пришел вам и сделал качественную систему отопления. Вы платите ему за это деньги. Вы сделали проект, сделали все необходимые расчеты с подрядчиком и получаете вот это. Нанять специалиста – это тоже немаловажно. Вот, посмотрите, идут подъемы из тех помещений. Это, я так понимаю, на теплый пол выводы, соответственно. Никаких заглушек, ничего нету. То есть сейчас в этой трубе песка, наверное, больше, чем воздуха даже того же самого. Вот это вот все. У нас в проекте выводы из теплового узла предусмотрены вот в этой зоне. Но благодаря вот этой вот всей разводке мы сейчас не можем здесь воздуховоды пустить. Соответственно, нам их приходится перемещать уже в другое помещение. Покажи еще вот эти все перегибы. Вот здесь вот труба вышла и зачем-то пошла вот сюда. Я так полагаю, это рециркуляция или нечто в этом роде. Почему она тогда не идет где-нибудь в крайней точке, вот там вот. То есть вот этот узел, он будет холодный. За ночь это все спокойненько остынет. Вот этот вот элемент с переходом. Я так понимаю, это холодная вода. Видимо, забыли ее сразу сделать. Решили сделать вот так. Такая же примерно ситуация и в втором санузле. Ну да, как я и говорил. Такие же выводы на теплый пол. Здесь он только в самый влаг, чтобы не утяжелять конструкцию. И вот такая вот просто гениальная, на мой взгляд, разводка с таким же вот перегибом. Видимо, опять же, под рециркуляцию. Система отопления. Тоже масса нареканий, на самом деле. Насколько я понял, здесь даже ничего не опрессовывалось. Перед тем, как в конце концов произвести стяжку. На первом этаже уже все сделано. И полы залиты. И разводка радиаторной системы отопления сделана. Но я сомневаюсь, что это что-то было опрессовано. Потому что вот так вот опрессовать систему даже того же самого водоснабжения невозможно. Ну, здесь хотя бы заклеили и то хорошо. Дальше. Следующий момент. Может, прям оттуда поснимать. Досота стяжки будет 15 сантиметров. Вот 15 сантиметров. То есть, этот радиатор уже поменять будет нереально. Потому что стяжка черновая 15 сантиметров, плюс отделочные материалы, даже если будет здесь ламинат, добавят еще как минимум полтора сантиметра. Соответственно, вот эти вот гайки, они уже будут в полах. То есть, чтобы поменять радиатор, придется разбить вот этот узел перфоратором, открутить гайки и снять его. Конвектор. Соответственно, рядом с окном. Здесь достаточно большой оконный проем. В целом, установлено достаточно правильно, как положено, с уклонами, со всеми делами. Но, установлено на деревянные бруски. Можно, конечно, можно, но нежелательно. Должны быть все-таки металлические элементы в заливке. Потому что, я так понимаю, здесь будет ставиться отбойник и будет заливаться. Потому что в висячем положении его оставлять, конечно же, нельзя. Вот о чем я, собственно говоря, и говорил. Я сомневаюсь, что здесь что-то было опрессовано. Потому что, ну, вот такая вот затычка, она как бы не дает вам полной герметизации для опрессовки и, соответственно, проверки вообще герметичности системы. Видите? Скажу сразу, здесь для разводки используется материал рехау. Все мы знаем, что он является таким материалом премиум класса, скажем так. Очень надежным материалом. И вот так вот, как бы, с ним, я бы сказал, даже по-хамски обращаться, я считаю, что это неправильно. Может быть, у вас другое, конечно, мнение. Идем дальше, наверное, слово будет. Итак, мы находимся в тепловом узле помещения. В тех помещении, точнее, в котором будет располагаться наша приточная установка. С рекуперацией располагаться она будет в этой зоне. Вот, скорее всего, вот здесь вот, на потолке, соответственно. И от нее уже пойдут вентоканалы в эту зону, в эту зону. И с подъемами уже из того помещения. Сейчас тоже его покажем. Ну, хотя там, в принципе, ничего интересного. То есть у нас вентоканалы должны были выходить здесь. Но благодаря вот этому всему они у нас пойдут через стену и будут подниматься в потолок. Соответственно, здесь будет собираться, ну, просто невероятное количество отводов будет, я подозреваю. И все это будет выходить в единую точку. Вот в этот район. И здесь уже уходить в систему вентиляционную установку. Вот он, собственно говоря, этот пруд, который мы вам показывали на втором этаже. И, конечно, вот такая вот красота, я бы сказал, неописуемая. Ну, пожалели, ребята, просто, скорее всего, отводов 90 градусов. Можно было это все как-то поаккуратнее сделать. Ну, будем надеяться, все это будет работать. Также тоже вот небольшой момент. Не знаю, конечно, как это будет работать. Но вот этот штраф, он располагается прямо на сливе со второго этажа. Соответственно, заход где-то вот в этой вот области находится. То есть смывают, грубо говоря, унитаз на втором этаже. Есть подозрение, что если вот здесь вот нет обратного клапана, то это все дело будет потихонечку вот так вот подниматься. Будет, я думаю, очень неприятно. Котельную собирали другие люди, слава богу. Сделан достаточно аккуратно. По всем, в принципе, правилам и нормам с использованием в качестве трубопровода в систему нержавеющую сталь на пресс-фитингах. Котел Buderus мощностью 45 кВт. Ну, красивый такой, красивый, ничего не скажет. Buderus есть Buderus. Насосные группы тоже, соответственно, Buderus. Одна из них прямая, вторая отопительного контура, соответственно, тоже прямая. Остальные три уже на системе отопления смесительного типа с регулировкой, опять же, от котла. Вводное холодной воды. С счетчиком обязательно, потому что здесь центральная система водоснабжения. Дымоход сделан очень красиво, грамотно. В принципе, соблюдение всех норм, включая дополнительный приток воздуха. В целом, котельная красивая. Если бы, конечно, не вот это вот дело. Итак, мы прошли с вами по объекту. Увидели первый, второй этаж. Все плюсы и минусы, скажем так, недостатки этого объекта. В системе отопления, в системе теплового узла. Ну, в тепловом узле, конечно, их практически нет. Там все красиво. Ну, по крайней мере, в отоплении есть косяки, они очень большие. Что хочется в заключении сказать. Обращайтесь всегда к профессионалам своего дела. Не нанимайте никогда людей, непроверенных, по крайней мере, с которыми вы не имели, допустим, дела ранее, или которых вам не порекомендовали ваши друзья или знакомые. Это раз. А во-вторых, всегда общайтесь с подрядчиком, чтобы понимать просто, как это выглядит. Привлекайте дополнительные людей, которые в этом разбираются для проверки той же самой системы. И тогда у вас не будет вот таких вот недочетов, как здесь. Это, ну, может быть фатально просто, потому что на первом этаже везде уложен теплый пол. Я сомневаюсь, что его кто-то вообще обрессовывал. И это будет просто печалькой, если там где-то в каком-то контуре, да, будет небольшое там то же самое отверстие, которое можно сделать очень легко. Даже наступая просто-напросто на другую. Ну, конечно, неоднократно. В общем, обращайтесь к профессионалам, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Всем еще раз добрый день. Для вас это продолжение видео, для меня это уже следующий день. Мы закончили с монтажом системы вентиляции приточно-вытяжной с регуперацией. Сейчас мы вам покажем, как у нас это вышло. Можете обратить внимание, в принципе, у меня над головой буквально висит уже приточно-вытяжной диффузор. Это у нас приток. Он утеплен, так как в перспективе, возможно, будет установлена канальная система кондиционирования. Вытяжки мы не утепляем, потому что в этом нет никакого смысла. Вот, собственно говоря, одна из вытяжек. Сейчас мы вам покажем тепловой узел, расскажем, как вы монтировали все это, с чем мы столкнулись в процессе монтажа. Также расскажу, почему все-таки стоит соблюдать некую последовательность действий. Необходимо сначала сделать проект, затем приступать к монтажным работам. Мы здесь монтаж делали без проектных решений. У нас был лишь план, который на деле оказалось не совсем корректным. Ну, расскажем, покажем. Пойдемте начнем, пожалуй, с теплового узла. Итак, несколько секунд назад вы видели тепловой узел в том состоянии, в котором он был. Сейчас вы его увидите таким, какой он стал. И, собственно, потом поднимемся на второй этаж и посмотрим, как там, что изменилось. Сайте, покажи. Мы старались разместить все как можно компактнее. Думаю, у нас, в принципе, это получилось. Здесь можно вполне организовать потолок, например, арместный, несколько уровневый. Но единственное ограничение, что вот эта вот зона, она должна быть обслуживаемой, потому что здесь располагается фильтр, здесь располагается сам теплообменник рекуператора. Все аккуратненько вот так вот получилось. Пойдем на улицу, покажем, как мы компактимы поставили. Собственно говоря, вот так вот это выглядит. Чуть позже мы обрежем пену, потому что монтаж только закончен. Она еще не совсем застыла. Это вентустановка Электролюкс, мощность 1100 метров кубических. В принципе, на минимальной скорости она вполне справляется с прокачкой всего объема. При всем при этом она менее шумна, нежели чем на высокой скорости. Как вы слышите, шум практически пропал. Тем не менее, производительности достаточно, чтобы обеспечить комфортное пребывание во всех помещениях данного дома. Сейчас пойдем во второй этаж, посмотрим, как там что. И продолжим обсуждение, почему все-таки необходимо начинать у нас проекта, а затем приступать к монтажу. Если помните, на втором этаже мы начинали с элементарной раскладки воздуховодов. Это, собственно говоря, было наше видение. Сейчас уже вы увидите готовое решение, как это выглядит уже в сборе. Утепленные воздуховоды напоминают приточные воздуховоды. Не утепленные, это вытяжные. В каждое помещение у нас имеется собственный приток, собственная вытяжка. Таким образом, получается, что можно организовать некий микроклимат, комфортный именно обитателю, скажем так, этой комнаты. То есть настроить все эти элементы под себя. Да, это настройка разовая, но тем не менее она производится. Первое отклонение от проекта, это у нас изменение вот этой вот зоны. Она должна была проходить через вон ту вот комнатку. Но так сделать не вышло, потому что здесь находится несущая балка, которая является опорой кровли. То есть пилить ее крайне не рекомендуется. Можно, конечно, но все-таки не стоит этого делать. Следующий момент. Под нами находится еще одна комната. Воздуховоды планировалось к ней подвезти через первый этаж. Но на практике вышло так, что если мы подводили бы их через первый этаж, у нас бы потолок опустился минимум сантиметров на 20. Одно из пожеланий заказчика было минимально опускать потолок. Плоские воздуховоды нам как раз позволяют это сделать, опустив его всего на 8 сантиметров с утеплителем. То же самое, в принципе, и в этом помещении. То есть нам сюда нужно было подать приток и вытяжку. В санузлах будет естественная вентиляция, поэтому никакие наши воздуховоды туда не подводятся. Она будет обеспечиваться через вытяжку, через проходку, через кровли. И, соответственно, давать дополнительную естественную вытяжку. То есть система, даже при отсутствии электроэнергии, в санузлах будет достаточно свежо. По крайней мере, свежий воздух туда подаваться будет. В общем, много всяких нюансов было на самом деле на этом объекте. Да, безусловно, опять же, возникли дополнительные расходы. Просто потому, что элементарный поворот трубы там был просто невозможно предугадать. Даже при всем при том, что сюда выезжали наши специалисты для оценки стоимости проекта. Ну, мы постарались максимально все учесть, поэтому удорожание было совершенно небольшое. Оно было приемлемо и для заказчика, и для нас. Соответственно, получилось достаточно хорошо. Все-таки опыт дает о себе знать. Даже без проекта можно сделать, в принципе, качественное достаточно решение по системе вентиляции. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.